Это Mercedes-Benz SL65 AMG 2013 года. И это монстр. В нем 620 лошадиных сил, 1000 ньютон-метров крутящего момента, твин-турбо V12 и ценник в районе 230 тысяч долларов, когда он был новым 10 лет назад. В наши дни он намного дешевле, но это все еще зверь. Сегодня я буду обозревать этот SL65 и покажу вам все его фишки и особенности. Прежде чем я начну, важные новости. Этот SL65 на данный момент выставлен на аукционе на Каценбитс, моем автолюбительском сайте с аукционами. Это очень особенная машина. Твин-турбо V12, марсианский красный. SL65 с одним владельцем с момента покупки он оставался в Калифорнии. И может стать вашим. Так что, как только вы закончите просмотр этого видео, кликните по ссылке из описания снизу, чтобы перейти к аукциону с этим SL65 AMG. Там вы сможете сделать ставку и купить его. Только на Каценбитс. Ладно, переходим к фишкам и особенностям SL65 AMG. И, как вы могли подумать, в нем есть много крутых вещей, о которых можно рассказать. Давайте начнем с самой крутой. Его силовой установки. Как я уже говорил, это Твин-турбо V12. 6 литров, 621 лошадиная сила и 1000 ньютон-метров крутящего момента. Здоровенные показатели, которые размещают его выше других суперкаров, исторические даже суперкаров его времени. Настолько много мощности в этой тачке. И сам двигатель очень здоровенный. Как видите, просто огромный для своего моторного отсека. Большой двигатель, много мощности. И это важный Focus SL65. Как вы могли представить, этот автомобиль продавался по очень высокой цене, будучи флагманским кабриолетом Mercedes-Benz. В самом верху линейки. И это верхняя в линейке версия. Верхняя в линейке машины. Он был довольно дорогим. По факту, здесь у меня его оригинальный ценник, в котором указана цена. Чуть меньше 228 тысяч долларов. Так было, когда он вышел 10 лет назад. Это были огромные деньги. Ну и силовая установка в нем огромная. Это был топовый Mercedes-Benz. Ладно, к счастью, благодаря магии обесценивания, в наши дни эта машина стала намного дешевле. Также, раз уж мы здесь, стоит отметить небольшую плашку на двигателе, на которой указано, кто именно вручную собирал конкретно этот. Как видите, это Майкл Кюблер. Известный сборщик двигателей АМГ, поскольку он собрал много таких Твин Турбо В12, которые попали в некоторые довольно серьезные машины, включая и эту. И как вы могли представить, в топовой версии топового люксового кабриолета Mercedes-Benz есть и много других крутых штук, помимо только лишь массивной и впечатляющей силовой установки. Так что давайте обсудим остальные фишки и особенности этой машины. Начиная с крыши. Это кабриолет с автоматической складной крышей. Но, вероятно, самая крутая часть в том, что, когда он заведен и крыша на месте, вы можете настроить, сколько света она будет пропускать в салон с помощью функции, которую Mercedes-Benz называют «магический контроль неба». Нажмите вот эту кнопку здесь, рядом с зеркалом заднего вида, и, как видите, крышка тут же перестанет быть полностью прозрачной и станет намного темнее. Можете нажимать на эту кнопку снова и снова, смотря сколько именно света вам нужно в салоне. Если на улице жаркий солнечный денек, вы не хотите, чтобы вам пекло, нажмите сюда, она станет темнее. Если вы хотите посмотреть на солнце и деревья, нажмите еще раз, все станет видно. Очень крутая особенность. И в ней есть люк со всеми его преимуществами, даже при том, что крыша съемная. Довольно неплохо, но вроде бы такого и ожидаешь за 228 тысяч долларов. И далее еще одна крутая особенность находится под этой небольшой панелью, где находятся регуляторы крыши и кнопка, которая опустит все окна с одного нажатия. Крутая особенность. Предположим, вы катаетесь с поднятой крышей, но хотите впустить в салон ветерок, нажмите эту кнопку и все окна опустятся. Не обязательно опускать их по одному. Либо, допустим, вы катаетесь с опущенной крышей и в машину попадает слишком много ветра. Нажмите на эту кнопку в другом направлении, все окна поднимутся по одному нажатию. Опять-таки, не обязательно поднимать их по отдельности. Это довольно крутая задумка. И, к слову, о покатушках с опущенной крышей и излишнем ветре или холоде. У Mercedes есть еще одно решение этой проблемы. Вот эта небольшая кнопка здесь с сиденьем и стрелкой. Она управляет функцией, которую Mercedes называют воздушный шарф. Это система подогрева, которая встроена в сиденье прямо позади вашей шеи. Как видите, вот здесь находится вент отверстие. Если вы катаетесь на нем в холодный денек, но все равно желаете опустить крышу и насладиться кабриолетом, просто включите воздушный шарф и дополнительный поток тепла подует прямо на вашу шею, чтобы вы оставались в тепле. Фантастическая идея. По сути, это шарф из воздуха, согласно названию. И, как вы могли ожидать, в этом салоне есть и другая роскошь. К слову, о сиденьях. Также в них есть массаж. Включить эту функцию можно через мультимедийную систему. Довольно круто для 10-летней машины сиденья с массажем. А также динамическая боковая поддержка. По сути, что это значит? Вы можете ездить на этой машине в роскоши, с широкими комфортными сиденьями, но как только вы начнете проходить повороты, боковая поддержка тут же надуется, чтобы удерживать вас на месте. Таким образом, вы получите и спортивные, и комфортные сиденья. Два в одном. Довольно крутая идея. Я ранее имел дело с моделями Mercedes, в которых была эта функция. Думаю, что она фантастическая. Хотелось бы, чтобы такое оснащалось больше машин. И, к слову, о сиденьях. Взгляните на них, и вы обнаружите красивую стеганую кожу. Выглядит очень хорошо, очень высококлассно. Прямо как это и ожидается от топовой в линейке модели, вроде этой. Такая же стеганая кожа есть и на дверных картах. Вот она и контрастная строчка, и кожа здесь очень к месту. То есть, высококачественная кожа есть практически куда ни глянь. И в тех местах, где кожи нет, есть углеволокно. В салоне этой машины много углеволоконной отделки. Вот она на центральной консоли, на торпедо, дверных панелях. Все выглядит очень хорошо и высококачественно. Кожа и карбон. Все соответствует цене. Но, в любом случае, далее еще одна интересная фишка в этом салоне находится позади сидений. В моделях SL и Mercedes-Benz всегда было два места, с небольшим количеством исключений. В целом, они всегда были двухместными со времен выхода в 1950-х. И это также двухместные. Но за сидениями есть немного дополнительного пространства. Если сложить сидения вперед, за ними вы обнаружите вот эту полку, на которую можно что-то положить, если вам не хочется возить это в салоне. А это крутой момент. По факту, позади водительского сидения есть даже небольшой отсек для хранения. Его можно открыть, чтобы положить туда маленькие предметы, чтобы они не катались по салону. Также сзади есть еще один отсек. Вот этот со сдвижной крышкой. Сдвигаете ее назад. Под ней дополнительное пространство и держатель для стакана, до которого не дотянуться, сидя на сидениях. Вам придется тянуться довольно далеко. Он очень неудобен, чтобы им пользоваться, но он там есть. Такой вот неудобный держатель между сидений. Его дополняют два других держателя. Вот они, очевидно. Эти намного более рационально удобны, но при необходимости у вас будет еще и третий. И, к слову, про эту центральную часть стоит отметить несколько регуляторов на центральной консоли. Это ваш селектор передач. Довольно необычный, но потяните вниз, чтобы переключиться на драйв. Вверх для задней. Сверху на нем вытеснен логотип AMG. Очень круто. Также здесь есть вот эта крутилка, с помощью которой можно сменить режим езды. C-комфорт, S и S плюс спорт, M для ручных переключений. Затем есть еще режим AMG. Нажмите на эту кнопку для более спортивных ощущений. И вот эта кнопка подвески сделает ее так же более спортивной, как и другие центральные регуляторы характеристик. Далее давайте обсудим ситуацию с крышей. С L65 она довольно необычна. По факту, эта машина довольно особенная, потому что в ней есть полноценный багажник, задний отсек для хранения вещей большой, полезный и автоматическая твердая складная крыша. Вы можете получить и то, и другое, что необычно для кабриолетов с твердой крышей. Но фокус в том, что вы не сможете пользоваться и тем, и тем одновременно. Вот как это работает. Откройте багажник, и вы обнаружите внутри небольшой делитель, покрытый ковром. И этот делитель можно подвинуть вперед или назад, чтобы определить, как именно вы собираетесь им пользоваться. Если установить делитель ниже, как сейчас, вы сможете опустить и крышу, без проблем. Она приземлится на этот делитель сверху. Все довольны. Но если поднять делитель, то вы получите доступ к своему полноценному багажнику. Как видите, это вполне большой багажник, как будь это среднеразмерный семейный седан. Только проблема в том, что если вы наполните его так, что не сможете обратно установить делитель, то не сможете опустить крышу. Так что если полностью забить багажник, то вы не сможете воспользоваться крышей. Тем не менее, у вас будет оба варианта. Дополнительное место и складная крыша. Все зависит от расположения этого делителя. Ладно, еще одна интересная штука сзади. Если вы сложите крышу, то открыв багажник, вы поймете, что вариантов добраться до вещей в багажнике будет не так много. Туда, по сути, не забраться, поскольку сверху находится крышка и делитель. Но у вас есть возможность это обойти. Вот эта кнопка в багажном отсеке сбоку. Нажмите, и крыша автоматически поднимется на несколько сантиметров, чтобы вы смогли отодвинуть делитель и достать из багажника свои вещи. Затем, чтобы закрыть его обратно, просто еще раз нажмите на кнопку, крыша опустится обратно, где она была. Затем нажмите на кнопку багажника, и он закроется. Ладно, если это показалось вам запутанно, ну, так оно и есть. Автоматический багажник, этот покрытый ковром, делитель, полностью автоматическая складная крыша, и ее можно полностью сложить, либо частично приподнять. Тут есть датчики, которые следят за положением делителя. Это много всякого, но в результате вы получите довольно практичную машину. Полноценная твердая крыша, это удобно, если вы будете пользоваться своим кабриолетом зимой в более холодную погоду, и вы получите полноценный багажник. Пришлось многое продумать, чтобы сделать все это возможным. И в любом случае, раз уж мы говорим о крыше, посмотрите, как выглядит процесс складывания крыши. Чтобы это сделать, нужно открыть вот эту панель с регуляторами крыши, что я показывал вам ранее. Тяните за эту панель с очевидным изображением кабриолета, и крыша начинает складываться. Посмотрите, как это выглядит со стороны. Кстати, еще одна интересная, связанная с крышей вещь в этой машине — дефлектор ветра. Если крыша сложена, и вы хотите сократить количество ветра, попадающего в салон, как я уже показывал, вы можете поднять все окна одним нажатием, но также вы можете нажать на вот эту небольшую кнопку здесь, в той же области, где находятся регуляторы крыши, и автоматически поднимется дефлектор ветра. Как видите, он поднимается прямо позади вас, и это поможет ветру обходить салон. Вместо того, чтобы попадать в него, этот дефлектор убирается также по нажатию кнопки. Можете его поднять, опустить, все, что захотите, смотря сколько ветра вам нужно в салоне. И в любом случае, далее, раз уж я сзади, давайте обсудим выхлоп. Сзади четыре выхлопные трубы, как в других моделях АМГ, как бы особенная для АМГ вещь, и звучит эта силовая установка довольно хорошо. Послушайте. Как вы могли услышать, выхлоп немного приглушен в сравнении с другими заряженными машинами с большими V12, но он не задумывался громким и кричащим. Это другая машина, она быстрая, но также довольно незаметная. И, к слову про ее скорость, еще одно спортивное улучшение этого SL65 – карбон-керамические тормоза. Вот они, эта опция, которая стоила дороже 12 тысяч долларов. Очевидно, это повысит их выносливость во время езды по гоночному треку. Но на секунду вернемся к теме незаметности. Как видите, золотые суппорта отмечают, что это карбон-керамика. Они как бы выделяются, но в остальном мне нравится, что снаружи эта машина довольно незаметна. Даже хоть это и твин-турбо V12 с мощностью суперкара, в нем нет крикливости и показушности суперкара, фон выглядит относительно сдержанно. Большинство людей, что увидят эту машину, подумают, что он выглядит как очередной кабриолет Mercedes-Benz. Даже хоть и по факту это лучший кабриолет Mercedes с очень высокой мощностью. Ладно, с учетом сказанного, с количеством шильдиков AMG снаружи, на мой взгляд, они зашли немного далековато. Шильдик AMG есть на тормозных суппортах, вот он. Также такой шильдик есть на дисках, вот он. Такой же шильдик AMG есть на крышке багажника, чтобы все были в курсе, а также AMG на выхлопных трубах с обеих сторон. AMG, AMG, чтобы все вокруг знали, что это AMG. По факту шильдик AMG есть даже на дверных замках. Вот он. Как будто бы кто-то будет хвастаться. Эй, у меня дверные замки AMG. Похоже на небольшой перебор. Ладно, веду SL65. Годы назад на этом же канале я обозревал SL65 Black Series с этим же двигателем, а также я снимал SL65 и G65. Но вот штука насчет этих двигателей и этой машины. Также я снимал Пагани, в которой был этот двигатель, эта силовая установка установлена в Пагани Уайра. И мне этот двигатель нравится. Очень-очень его люблю. Он не так мне понравился в Вайре, поскольку думаю, что ту машину следовало сделать немного более моментальной, агрессивной. А этот двигатель скорее такой, что вы втапливаете и постепенно разгоняетесь до 320 км в час и едете вперед. Это двигатель убийца автобанов. С ним вы можете устраивать превосходные обгоны на высоких скоростях и превосходно ездить на этих безумно... безумных скоростях. Не думаю, что он подходит суперкарам, но думаю, что он приемлемо хорошо работает в машинах вроде этой. Или SL65, или S65. Большая машина, в которой можно просто сидеть и ехать, ехать, ехать. Ладно, давайте обсудим этот двигатель. Что заставляет меня его так любить? Безумное ускорение на всех уровнях, безумное количество мощности, безумное количество крутящего. Думаю, что это главные моменты. Мне нравится, что можно втопить на 130 и с легкостью обогнать кого-то, кто едет быстрее. Немного надавить ногой и улетайте вперед. Ощущается очень мощным. В двигателе полно мощности. При том, что многие более новые турбо-двигатели могут предоставить такие же мощности ускорения. Но чувствуется, что им они трудно даются. Много шума дороги. Это не то же самое. Кажется, что этот двигатель способен на большее и способен он на многое. Ладно, интересно, что при том, насколько эта силовая установка мягкая, с учетом всех ее мускулов. Едет она не особо мягко. На самом деле, это проблема многих машин АМГ из той эпохи. Я владел Е63 2012 года, и меня в нем это раздражало, так же, как и в этой машине. Подвеска очень жесткая. Задумывалось, что это будет спортивная машина. А АМГ той эпохи это заряженные версии, само собой. Но это было до того, как Mercedes-Benz отлично разобрались с технологиями адаптивной подвески. И даже в комфортном режиме, при обычной езде, без нажатия кнопки подвески, едет жестко. Проходит кочки неровностей на асфальте довольно жестко. Машина будет вас избивать больше, чем вы могли ожидать от SL. Mercedes на это скажут, эй, ты купил SL65, спортивную модель. Так они говорили в 2013. В наши дни не обязательно идти на такие уступки при покупке спортивной машины. Езда может быть вполне комфортной, а по нажатию пары кнопок езда станет очень жесткой, например, для гоночного трека. Эта машина ощущается, будто она, знаете, все время в режиме спортивного рулевого управления. Это означает немного жесткую езду. Что до салона, в нем все довольно хорошо. Во многих моделях Mercedes-Benz из той эпохи не было таких салонов. Я всегда был немного огорчен эпохой Mercedes-Benz с восьмого по где-то тринадцатый. Много пластика, многое смотрелось не так уж и хорошо во многих моделях, но не в этой. Прося столько денег, им было необходимо сделать что-то получше. Так они и поступили. В результате чего эта машина смотрится довольно хорошо. Ладно, сейчас собираюсь топить. Блин, эта машина просто тащит. В ней огромная куча мощности. Опять-таки, она не так уж и сильно вжимает вас в сидение, несмотря на то, что в этой машине 620 лошадиных сил. Скорее, ее мощность все нарастает и нарастает, затем смотрите вниз, а вы едете быстрее 160. Опять-таки, машина не так сильно откидывает вас назад, как электромобили, но ощущается она так, будто способна на все что угодно. Так долго, насколько вам это потребуется. Одна интересная штука насчет этого SL. R231 SL. Раньше я жаловался на эту машину, когда она вышла в тринадцатом году. Это тоже тринадцатого. Я жаловался, что к тому моменту, когда она дошла до этого уровня в жизненном цикле SL, она начала ощущаться машиной для стариков, медленной, заточенной на люкс, а не как удивительный суперкар, коим был оригинальный 300 SL. И погода. Они были такими. Эта машина такой не кажется. Рулится и управляется намного четче. По факту, машина сменяет направление относительно шустрое, и я немного этим удивлен. Ощущается намного более юркой, чем другие модели SL. И это заставляет задуматься, а не могли бы они так же сделать и в других SL? Такое всегда было доступно в этой машине. А SL превратился в довольно расслабленный крузер для стариков. Но этот не такой. Очень жаль, что этого нет во время вождения SL, но эта машина по ощущениям определенно живее. Более захватывающая в плане рулевого управления, кажется, что на самом деле это вполне пригодная для извилистых дорог машина. Чего я никогда бы не сказал про SL из той эпохи. Здесь это так. В SL65 сделали много улучшений, чтобы это стало возможным. Отчасти ради этих улучшений пришлось пожертвовать качеством езды, о чем я ранее уже жаловался. Но если вы подыскиваете машину поспортивнее, определенно это она. Итак, это Mercedes SL65 AMG. Эта машина самый настоящий монстр. Куча мощности с огромным двигателем спереди. Благодаря магии обесценивания теперь она стала значительно доступнее, чем когда-то. И благодаря Cassen Beats она может стать вашей. В любом случае, теперь пришло время оценить SL65 по шкале Дага. И вот шкала Дага. 60 из 100, что размещает SL65 здесь среди соперников. Справляется на самом деле довольно хорошо, как и ожидалось. Большой V12 спереди, куча мощности и значительное обесценивание за последние 10 лет. По факту он прямо позади Феррари Калифорния, в которой нет V12 и есть клейбо самый дешевый Феррари. Хотя при вождении Калифорния будет повеселее. В целом мне нравится SL65 AMG, но особенно он мне нравится по сегодняшним ценам, если сравнивать их с его оригинальной ценой.